приветствую вас мои дорогие с вами Жанна Фетисова время тестирования ну и заодно с вами побеседуем поговорим о чем-нибудь интересном а тестировать я буду сразу несколько продуктов которые мне прислали я вам их показывала в предыдущем видео то что мне показалось очень интересным это энзимный пилинг я как раз сейчас умылась ничего на лице нет кроме увлажняющего тоника и я так думаю что самое время его протестировать о важности энзимов я много раз вам уже рассказывала сейчас кратко точнее длинно но я буду говорить кратко это вот такая инструкция к энзимному пилингу потому что бренд плеяна это профессиональная косметика и здесь конечно инструкции вот такого вот размера пилинг что она делает регулярное применение комбинации активных компонентов маски пилинга позволяет выровнять рельеф кожи повысить упругость и эластичность сохранить идеальный баланс увлажненности кожи потому что клеточки которые на поверхности находится они мешают проникновению всех полезных компонентов из кремов и увлажняющих тоников которые вы наносите улучшить текстуру кожи придать здоровое сияние восстановить гладкость и шелковистость это правда после энзимов очень здорово такая прямо шелковистая как новенькая кожа становится снять раздражение кожи вызваны негативным воздействием окружающей среды да тоже создать мощный потенциал сопротивления старению кожи и улучшить сопротивляемость кожного барьера потому что это усиливает регенерацию как используется вот такая вот пилинг маска она наносится на слегка увлажненную тоником кожу далее вы 15-20 минут с ней ходите можете чуть поменьше 10 как только она слегка начинает подсыхать вы начинаете ее скатывать вот такими массажными движениями по массажным линиям и далее вы снимаете остатки либо тоником потому что это все должно скататься в такие шарики либо вы умываетесь но кому как удобно я буду наверное такой салфеточка снимать просто влажной салфеткой все это досмывать можно наносить в том числе на зону шеи декольте я естественно сейчас на декольте не буду а на шейку наверное тоже немножечко нанесу и так давайте посмотрим какая текстура вот такая колбочка это проф упаковка здесь вне доступа воздуха здесь она не прозрачная как вы видите это очень удобно так что вам не придется ее хранить где-то в темноте об этом тонике я уже рассказывала вам мне понравился состав его очень активный хороший состав здорово очень восстанавливает кожу и как мне кажется хорошо влияет на мою склонную к сухости кожу пилинг маска выглядит вот таким вот образом то есть это такой гель приятный по консистенции видите он не слишком течет это значит его будет удобно наносить на лицо и зону шеи декольте так ну что кожа увлажненная давайте начнем наносить тонким слоем да чуть-чуть есть какой-то абразивный там материал внутри ощущается но он такой мягкий поскорее массажного типа это правильный очень подход да под глаза этот пилинг наносить не стоит потому что там и так очень тонкая кожа и вообще никакие пилинги в область под глаза до вот косточки наносите и все дальше не нужно над своей кожей под глазами не стоит вот таким вот образом я наношу тонким слоем не слишком много но и не слишком мало так чтобы было что скатывать в итоге вы спрашивали у меня будем говорить пока это все будет засыхать значит вы у меня спрашивали куда поступила дочка потому что она закончила с отличием колледж юридического решения учиться дальше получать высшее образование на факультете реклама и связь с общественностью для нее это интересно она хорошо пишет легко и такая у нее фантазия активная но и то что она пишет все это вместе как-то так сошлось и мне кажется для нее это будет вдохновляющее очень надеюсь обучение к тому же она интересуется психологии а как вы знаете на факультете связь с общественностью довольно много будет предметов которые будут преподаваться именно в разрезе психологии психологии продаж психологии потребления общества вообще психология человека надеюсь что ей понравится учиться все-таки самое главное не рейтинг в нашей жизни а самое главное это интерес если человеку интересно на мой взгляд то конечно же он будет успешно учиться если не интересно какой бы рейтинговой ни была профессия человек будет просто ну несчастным и будет ходить на работу без удовольствия что совсем мы не планировали делать в дальнейшем и так я исчезну на где-то минуточек ну примерно 5 10 и потом мы с вами будем все это скатывать потому что сейчас это чуть-чуть еще должно в виде масочки посидеть на лице в начале подсохнуть потом в процессе уже скатывания она забирала все пылинки всю грязь и спор все бум все угри и вообще снимала вот этот верхний роговевший слой который создает не очень красивый цвет и выравнивала как бы шлифовала вот этим вот мелким мелким абразивом который мягкий по сути то есть он не жесткий шлифовала кожу через пять минут встречаемся не помню показывала вам или нет этот способ приготовления мяса ну просто самый простой вам нужна русская горчица и любое мясо у меня сейчас это индейка без косточек я его отбиваю мясо ну такие порции небольшие делаю вы можете взять свинину абсолютно любое отбиваю так потоньше как следует обваливаю в горчице могут быть это семена горчичные может быть французская горчица добавляю те специи которые нам нравятся и обжариваю очень быстро то есть не пересушиваю получается нежнейшее с очень приятным пикантным вкусом мяса который очень очень нравится всем абсолютно едят у нас его все и вы знаете может она подаваться с любым гарниром который вам нравится на мой взгляд это самый быстрый способ приготовления мяса вот просто быстрее я не знаю вот все уже сняла остаточки кожа ровненькая нанесла уже тоник и мне нравится результат то есть я смываю не до скрипы не какими-то средствами специальными а так чтобы осталось вот это питательная такая основа увлажняющие и просто снимается вся орговевшая кожа уже орговевшие частички удобный в использовании очень простой пилинг так что обратите внимание вот такие средства есть надолго хватит и можете на зону шеи текольте на предплечье на грудь то есть и на ножке куда угодно где вы только захотите очень простой вариант использую дальше буду использовать замену ботокса сыворотка это такой миорелаксант который снимает напряжение с мышц у меня периодически появляется но вот сейчас после эксфолиации исчезла видите вот здесь была такая вот полосочка и она складывается еще и из старой кожи тоже и для того чтобы вот здесь морщинки расслабить сейчас тоже вот нет и хорошо и слава богу но когда работаешь много конечно же возникают они подниматься брови вот здесь да и вот здесь возникают морщинки тоненькие но этот препарат заменяет уколы ботокса и временно расслабляет то есть он впитывается в подкожные слои и доходит до мышц и расслабляет их воздействует как раз как и активная такой компонент ботокс я использую исключительно точечно то есть на все лицо ее нет смысла но на мой взгляд наносить вот столько мне будет достаточно на все лицо на все мимические мои морщинки то есть вот сюда я наношу немного да вот сюда и на лоб вот и потом втираю такими массажными легкими движениями и вбиваю до полного впитывания также я еще чуть-чуть знаете куда наношу вот сюда вокруг глаз там где образуются у нас мимические морщинки во время того как мы улыбаемся эмоционально на что-то реагируем хорошее средство действительно рабочие здорово что есть такие я знаю что они довольно дорогие во всех брендах здесь цена доступная поэтому обратите внимание что вот такое есть и что не требуется наносить его для эффективности на все лицо и тратить очень очень много буквально вот так несколько капель на стратегически важные точки теперь буду наносить вот такой крем интенсивный крем активатор который называется реконструкцион для всех типов кожи в том числе чувствительный регенерирующий такой крем который способствует стимуляции выработки коллагена укреплению внешних покровов кожи и стимуляции кровообращения очень рада что теперь у меня есть такое средство я смогу сейчас активно его использовать и надеюсь увижу через какое-то время результат мне бы хотелось более такого плотную кожу иметь там что меня кое-где просвечивают венки сосудики и хотелось бы ну чуть-чуть пусть даже это генетически предрасположено но хотелось бы не утратить еще плотность кожи то есть подпитать ее увлажнить ее и сделать ее более такой упругой и так сейчас я добавляю фитобиотоника на лицо и также на шею и потом добавляю немного этого крем вот такого количества крема будет достаточно на все лицо и на зону шеи декольте при условии что у вас кожа увлажнена и я под глаза тоже этот крем наношу потому что он такой очень ну видела миллиардной эмульсии то есть такой жиденький он очень хорошо впитывается я уже эти средства пробовала ну не конкретно это вообще я имею ввиду текстура средств для ухода от бренда плеяна она очень комфортная на очень быстро впитывающаяся очень часто в японской косметике знаете такое случается когда ты наносишь средство начинаешь его вбивать она становится липкая жирненькая такое но потом уходит это ощущение но довольно долго она сохраняется здесь же все прям моментально никакой липкости очень приятно сразу же питание и увлажнение моментально то есть здесь нет таких я по крайней мере не встречала таких кремов которые бы совсем не давали никакого питания и кожа была по знаете как голая ты на что нанес что не нанес нет все-таки в основном как я понимаю рассчитана на взрослую кожу который требуется легкая пусть но все-таки питание смотрите как здорово все уже впиталось блеск только остается такой глянцевой кожи которую только что отшлифовали пилингом так но на этом не все я еще хочу один кремчик под глаза попробовать другого бренда сейчас под глаза буду наносить крем который мне прислали от бренда и м вай сказали что это я еще не пробовала и что я должна его попробовать обязательно могу не показывать но конечно я покажу потому что мне понравились средства этого бренда это авторская косметика с натуральными составами крем довольно сильно ароматизированный этот приятный аромат но вот сыворотка в этой же серии у них практически не имеет аромата интересно так создавалась коллекция как-то по-разному но вероятно специально в расчете на то чтобы все абсолютно слои охватить любителей косметики натуральной потому что есть кто-то кто любит ароматы кто-то кто не любит совсем здесь приятный аромат опять такой же травянистый как я уже вам описывала в прошлых видео но он яркий хотя я его вот когда он на мне я его не ощущаю не чувствую совсем абсолютно нет никакого жжения никаких неприятных ощущений крем очень гелевый такой вот видите принципе я не так много его взяла но ощущение что его прямо море сейчас можно было бы разнести наверное на все лицо но я нет я вот на эту зону нанесу конечно же буду следить за своими ощущениями снимает ли он отеки не знаю не смогу вам сказать но обещает снимать отеки и высветлять область вокруг глаз сделать ее более свеженькой но по ощущениям мне нравится холодок такой знаете холодок есть состав я вам пишу чтобы вы понимали что там работает скорее всего вот питательный крем явно я такие люблю вот так наш с вами уход уже закончен надеюсь что было для вас полезной и нужной в этом видео потому что мне кажется все надо тестировать все нужно смотреть как это выглядит на коже как это работает в нанесении какие ароматы какие особенности может быть аллергия не аллергия у меня кожа чувствительная как вы видите никакой аллергии нет кожи наоборот успокоенная довольная я бы так сказала я не ощущаю сейчас ни одного средства на своем лице то есть у меня нет чувства перегруженности какой-то жирности у меня нет зуда хотя я наносила питательный довольно вот крем последний и на зону ты тоже в том числе сейчас еще вот сюда же да даже добавила и крем под глаза остаточки и все равно у меня нет никакого неприятного ощущения только комфорт все мои дорогие спасибо огромное что вы были сегодня со мной конечно же я желаю вам удачи и будьте благодарны за все что имеете а я довольна и дальше вся в уходе буду заниматься своими делами